Республика Беларусь Республика Беларусь Но есть и вторая сторона дела, когда мы должны для производства этой продукции купить ресурсы, затратить энергию и подумать, что делать с отходами. С помощью большой программы Эпигрин и методики Юнида мы смогли показать предприятиям Республики Беларусь, что эта составляющая сегодня может быть уменьшенной. Любое предприятие имеет потенциал к улучшению ситуации и сокращению расходов. Например, фабрика Коммунарка – крупнейший производитель кондитерских изделий в Республике Беларусь. Как и любое пищевое предприятие, Коммунарка использует огромное количество воды для мойки оборудования. И если вода раньше просто выливалась, то теперь она используется повторно. Сладкая вода у нас образуется в результате промывки технологического оборудования, технологических трубопроводов, машин, варочного оборудования, когда мы заканчиваем производство. В смену на линии выпускается около трех тонн кондитерских изделий, то есть сбивной массы. На одну порцию у нас идет 18 килограмм воды. Если мы делаем 18 загрузок, в смену уходит 289 килограмм сладкой воды. А моем оборудовании – это порядка где-то пяти тонн. То есть всю остальную воду мы просто на сегодняшний день выливаем. Цель у нас одна – собрать всю сладкую воду и использовать ее в производстве. Или приготовление своих собственных масс, или на кормирческой основе продавать. Команда специалистов разных направлений проводит аудит на предприятии и предлагает готовые варианты решения. Предложение по коммунарке сделала группа экспертов под руководством профессора Дмитрия Гриншпана. Эффективное использование воды и сокращение объема сточных вод – это лишь один компонент проекта, который представляет собой работу с шестью группами. Сырье и материалы, вода, энергия, отходы, сточные воды и выбросы. Например, Вилейский хлебозавод работает сейчас по нескольким направлениям. Наше предприятие присоединилось в программе в 2014 году. С целью оптимизации экономии энергоресурсов была произведена модернизация склада бестарного хранения муки. С полностью заменой оборудования, а также принципом подачи, подготовки муки на производство. Это позволило снизить затраты электроэнергии порядка 7 тысяч киловатт в месяц. Также в прошлом году была установлена гелеустановка для подогрева воды на кондитическое производство. Ресурсоэффективное и более чистое производство можно рассматривать как стратегию, направленную на снижение или даже исключение загрязнения окружающей среды. При этом не обязательно проводить дорогостоящую модернизацию, ведь зачастую многие вопросы могут быть достигнуты путем малозатратных организационных мероприятий. Так как проект демонстрационный, то одна из задач – научить специалистов предприятия самостоятельно замечать возможные несовершенства в процессе производства. При соответствующей подготовке команда специалистов любого предприятия способна самостоятельно обнаружить потери и найти способы их решения. Для этого в нескольких городах страны созданы так называемые клубы ресурсоэффективного и более чистого производства. Регулярно проводятся региональные форумы, издаются пособия и методические материалы, а также приглашаются иностранные эксперты для обучения. Основная цель моего визита – это работа с экспертами. Моя задача – подготовить экспертов для дальнейшей самостоятельной работы, обучить их тем методикам и практикам, которые позволят им сократить потери на производство и увеличить прибыль. Уже более 20 предприятий работает в рамках проекта и количество желающих постоянно растет. Мы надеемся, что данный проект получит поддержку правительства и реализуется через последующие проекты Международной технической помощи Беларуси. Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза, правительства Словении и Австрийского банка развития.